Расскажи, пожалуйста, ты уже давно живешь в Австрии. Какие особенности для себя в стране ты отмечаешь? Может быть, что-то с менталитетом, с самой страной, внутри страны что-то, какие-то есть особенности, с которыми ты, допустим, как человек русский, да, может быть, с каким-то ты еще не смирилась. Да, все иммигранты проходят этап сравнения, когда ты сравниваешь, а как здесь, а как там, и даже есть такое понятие иммигрантской депрессии, это вот все в этом процессе. То есть, естественно, все, кто приезжают, все начинают так или иначе сравнивать. Ну что мне такое самое запоминающееся? Ну, конечно, то, что все это медленно происходит, конечно, ни у кого бюрократия не вызывает восторгов ни в одной стране. Но здесь запись к врачу может быть там. Если это не срочно, если ты там не помираешь, если ты с острой болью, то там 3-4 месяца подождать спокойно могут быть. Серьезно? 3-4 месяца? А как обстоят дела с частными клиниками, допустим? Здесь такая сложная система, я до сих пор пытаюсь в ней разобраться. Ну, вернее, как? Здесь есть домашний врач, он называется дословно. Это как наша поликлиника, то есть, как и в России, ты идешь сначала к нему, а он тебя потом направляет к узким специалистам. Что-то типа терапевта. Что-то типа терапевта, да. И потом к узким специалистам ты можешь, ну, как бы обращаться, либо они по страховке, либо они частные, но могут быть финансированы частично государством. Ну, то есть, например, часть ты платишь, а часть государство за тебя платит. И также ты можешь себе оформить какую-то расширенную страховку, и там будет либо другой процент оплачивать, смотря какие врачи, смотря какие услуги, смотря какая у тебя страховка. Тут, в общем, такая более сложная система. Скажи, пожалуйста, сопоставимы ли доходы и расходы в Австрии? Какая средняя заработная плата в Австрии? И на что в среднем ее хватит? На какую жизнь, да? Качественную, некачественную? То есть, в России, допустим, на среднюю заработную плату, ну, просто не проживешь. Я уже не говорю о какой-то качественной жизни. А как вот это делала? В Австрии вся социальная, очень развита социальная система, и она заточена на то, чтобы держать человека вот в этой прослойке среднего класса. У них здесь хорошо прокачанный средний класс. То есть, все, кто пытаются упасть ниже, есть пособия дотации, какие-то помощи. То есть, например, страховку тебе там могут оплачивать тоже государства, и там, и там, и какое-то жилье могут тебе предоставить. Ну, понятно, что оно тебе может не нравиться, ну, тогда логично было бы пойти работать, да, например. Вот. Но здесь как бы есть и плюсы, и минусы. То есть, насколько это общество подтягивает людей снизу, настолько и опускает сверху. То есть, если там человек хочет зарабатывать больше, это, ну, какой-то в определенный момент... Платит больше налогов, я так понимаю. Платит больше налогов. Супер. Так, какая средняя зарплатная плата в Австрии? Ну, по моим ощущениям, за полный рабочий день, ну, наверное, где-то две, две с половиной тысячи, вот так. Что можно купить в Австрии на две с половиной тысячи рублей? Ой, евро. Можно ли снять квартиру? Можно ли снять квартиру, да? Платит ли этой суммы для содержания семьи? Допустим, там, семья из трех человек хотя бы. Ну, я думала, что да, потому что люди живут на эти деньги, и им хватает. Естественно, что ты можешь выбрать квартиру там побольше, поменьше, в каком районе там. И питание, и отдых, и все на свете тоже варьируется от предпочтений, но как бы на эту сумму возможно прожить. И, Ян, тебе спасибо большое за интервью. Напоследок хотела бы тебя спросить, какой бы ты совет дала бы всем желающим иммигрировать в Австрию? Да, у меня такой есть. Просто меня многие спрашивают именно в блоге. И, конечно же, сразу начинать учить язык, особенно если нет первого английского, здесь вообще будет проблематично, потому что вообще ничего не сделаешь. Сразу же начинать учить язык и стараться попасть, ну, как бы по своему основному виду деятельности. Например, есть программы для врачей, есть там программы для каких-то других профессий, которые требуются в стране. Например, айтишники, они везде сейчас нужны, нам себя зовут и так далее. Даже если эта программа окажется сложной, это всё равно будет намного проще, чем приехать, как многие говорят, ну, мы приедем и посмотрим, понравится нам или нет, а потом, возможно, мы начнём учить язык и так далее. Это и так длинный путь, который может занять непонятное количество времени, и это ещё может растянуться на ещё большее время, и увеличивается шанс того, что людям просто не понравится, потому что будет некомфортно жить. Чем больше здесь, ну, как бы страна в тебе заинтересована, тем больше у тебя от этого комфорта, то есть, там, тебе помогут со страховкой ещё и с чем-то, потому что у них нет какой-то заинтересованности, понятное дело, что если ты приехал откуда-то, что, ну, там, помогать тебе каким-то образом. Это естественно, это, наверное, ну, это в любой стране. По твоему опыту, много ли эмигрирующих в Австрию, да, то есть, часто ли ты, допустим, на улице встречала наших граждан? Наших граждан много везде, в любой точке мира, и чем более эмигрантский город или страна, тем, ну, как бы, процент наших больше, потому что, ну, потому что нас, в принципе, многое. Ну, потому что Россия большая страна. Ой, уже не, простите, мы уже, да, не помещаемся в России. Спасибо большое, Ян, тебе ещё раз, да, ссылочки твоего блога будут поставлены по данным видео, обязательно заходите, знакомьтесь. Во-первых, хотела сказать спасибо большое за это интервью, всем удачи, кто сейчас работает над эмиграцией, это запаститесь терпением, и всё получится, и если какие-то бывают, ну, как, эмоциональные всплески, и кажется, что всё, ничего не получается, это нужно пережить, потому что тот, кто идёт, тот и дойдёт. Если есть, ребят, если есть цель и желание, то обязательно всё получится, да. Да, здесь, кстати, очень классные программы для обучения, для получения высшего образования. Если сравнивать с Москвой, то, в принципе, по деньгам это даже получается интересней, то есть само образование бесплатное можно получить, ну, и как бы за проживание, понятно, что здесь тоже не очень дёшево, но это уже будет европейское образование, плюс язык, плюс язык. Скажи, пожалуйста, вот это вред, что образование может быть бесплатным, в каких случаях? Да во всех, ну, практически, смотря какую специальность выбираешь, там может быть конкурс, на не очень популярной специальности может даже его не быть, единственное, что они просят знание языка, на, по-моему, уровне всего А2, остальное можно доучивать здесь, то есть можно идти на курсы. Обучение проходит исключительно на немецком языке, обучение на английском, так не представлено, да? Есть какие-то курсы, я знаю, что есть какие-то научные программы, которые проходят на английском, ну, по-моему, я вот на 100% не скажу, но вроде как высшее образование, да, на немецком. Ну, зато бесплатно. Плюсы, преимущества есть всегда. Да, ребят, если вы заинтересованы в трудовой или учебной миграции, обязательно прощайтесь, проконсультируем по всем вопросам. Яна, как будто я немецком, прощай. Мы с тобой, конечно, не прощаемся. Мы обязательно, если что-то будет еще интересное по Австрии, да, обязательно пишите свои комментарии под видео. Мы с Яной еще раз созвонимся и еще раз более подробно о чем-то поговорим. Да, я с удовольствием. Задавайте вопросы. Все, всем пока, как прощаются здесь, auf Wiedersehen, Papa, Tschüss.